Ребята, всем привет! День добрый! Привет, привет, привет! Представляете, если я скоро заговорю букву R и буду рассказывать вам про смерть? Что будет-то, если я еще буду рассказывать с буквой R? Хорошо, Светлана Ренни пишет, привет всему миру! Мы все еще живы! Антон, спасибо, и Максу тоже! Добрый день, привет, Антон! Да, привет, привет, привет! Вы все пришли? Вы все пришли зачем? Для чего вы все пришли? Почему вдруг вы решили прийти ко мне? Если я вам сейчас скажу, что вы все умрете, представляете? Но скажу это не с таким лицом, как вот я сейчас это говорю, а начну нашу встречу с того, что я скажу, взгляну на ваши анализы, взгляну на ваши страницы в Инстаграм, вот как. Так, взгляну на ваши номера телефонов и скажу, вы все умрете. Я вот взглянул, и я увидел по числам, по цифрам в вашем номере телефона, что вы все умрете. Ну, что вот вы умрете лично, да, вот. Или, например, взглянул на вашу страницу в Инстаграм, посмотрел, сказал, ой, я вижу по фото, что вы все умрете. Кто-то пишет, мне не страшно. Естественно, я это и говорю, чтобы вам не было страшно, потому что даже один человек, ну, так скажем, словивший тот самый ядрогенный фактор, о котором я сейчас говорю, да, если он затем уйдет, это же будет на моем счету. Поэтому я рассказываю об этом легко, да. Но суть-то в чем? Представьте, что я смотрю на ваши страницы в Инстаграм и говорю, вот, я вижу по фото, неважно, там, я ясновидящий или я доктор, да, я психотерапевт, там, нового уровня, да, те, которые будут через сто лет, будут обладать всеми знаниями, в том числе те, которые от нас, те, которые нам не открываются, и скажут, вот, ну, я вижу, что вы там умрете через неделю или через месяц и так далее, да, или по номеру телефона, или по вашему внешнему виду. Сейчас я вытащу, например, кого-нибудь в эфир, взгляну и скажу, слушайте, я вижу, что вы умрете, скажу это серьезным лицом. Да, вот у кого-то даже ком в горле, хотя я это говорю с абсолютной легкостью, да, чтобы эмоционально не передавать никакой заряд, чтобы вас не включать никого. Мне это абсолютно не нужно, мне это неинтересно. Но суть-то такова, что есть много людей, тем которым мы доверяем априори, да, вот просто мы им доверяем. Представьте, как вы доверяете маме, те, кто доверяют, да, те, кто не доверяют, они меня, конечно, поймут, да, те, которые не верят вообще никому, да, ну, или не верили, вот, они меня, они, наверное, самые живучие, да, им оказался и я в том отношении, что, ну, вот, ничего, ничего из того, что мне говорили, мне не отзывалось никогда до определенного возраста. Может быть, в связи с этим я как-то и прошел все эти созданные, наверное, мной же, ну, или судьбой, или жизнью, так скажем, испытания. Суть в том, что я никому не верил, но представьте, что вы верите маме априори, да, потому что мама для ребенка весь мир, хотя и я верил маме, да, априори в детстве. Это понятно, что мы верим все ей, и, ну, мама вдруг говорит в детстве ребенку, ты умрешь, ты умрешь. Что будет с ребенком? Да он умрет скоро, да, если мама скажет это со всей серьезностью. Мама никогда такого не скажет, это понятно. Но теперь представьте, приведите параллель, что есть люди, те, которым мы априори доверяем, априори, да. У некоторых из вас, ну, или у некоторых из людей, окружающих вас, даже нет никакой альтернативы, никакой, да. Вот они знают, что есть врачи, и больше ничего нет. Все. То есть все то, что сказано врачами, все то, что пишут в Гугле по поводу любого симптома, заболевания, ничего иного нет. То есть иной картины мира не существует. Но вообще, представьте, это хорошо, что сейчас эти люди стали уже понимать, что Гугл, скорее всего, неправ, и начали шутить на эту тему, что, ой, да в Гугле что не напишешь, там все ведет к смерти, да. Ну, есть же такие, они начали это понимать. А представьте, что было раньше, когда интернет только развивался, и ты находишь симптомы, пишешь, что ваш вот этот прыщик на лице ведет вас к, ну, вот туда, да. А теперь представьте, что, да ничего больше не нужно представлять. Я хочу начать этот веб с того самого ядрогенного фактора, потому что моя все-таки цель, да, моя специализация – это работа с диагнозами, и я все больше продолжаю работать с тяжелыми диагнозами. И все-таки есть ориентир на то, что, скорее всего, сегодня нас смотрят люди, он может быть один, а их может быть 10, а может быть и 20. Те, которые имеют, как они считают, смертельный диагноз, неизлечимый диагноз, тяжелый диагноз. Хорошо, хорошо, можете сейчас возразить, сказать, Антон, ну как, ну это же вот онкология, это же вот что-то, что-то такое. Я скажу, откуда вы знаете сами слова вот эти смертельный, тяжелый, неизлечимый, кто вам их сказал? Кто сказал, что в вашем случае это так? Кто сказал? Кто-то. Вам кто-то об этом сказал? Кто-то, кто хочет, например, на вас заработать, не впрямую, не тот самый, например, врач. Может быть, вам попался врач, ну или случайно встретился тот, который не работает ради денег, тот, который нацелен на человечность. Может же быть такой, ну может, но за ним стоит тот, кто хочет на вас заработать. Часто ли вы верите продавцам? Верите ли вы продавцам вообще? Расскажите им. Вы же не верите, вы же отталкиваетесь от собственных ощущений. Нужен вам этот телефон или это одежда или нет. Но иногда ведетесь и на уловки продавцов. А здесь вам сказал врач, за которым стоит, ну много людей, желающих на вас заработать. Тем, которым выгодно сказать вам, чтобы вы больше никуда не ходили, чтобы вы вообще желательно из больницы не вылезали. Я ни в коем случае, да, мы не отрицаем, чтобы вы понимали, те, кто нас смотрит впервые. Я не отрицаю медицину, но этого быть не может. Она нужна для большинства людей, вообще она нужна, да. Потому что с кем-то я разговариваю, когда вчера или позавчера я разговаривал с человеком с легким симптомом. И пока я его там за два дня, я довел его до того, что хотя бы можно засомневаться, да, я уже убрал боль, и человеку это все равно, ну, знание никакого не дало о том, что, ну, смотри-ка. То есть все равно единственная тропинка – это запись к врачу. О, отлично, боль исчезла, вот там послезавтра я схожу к врачу, да. Это даже не дает альтернативы. То есть наше сознание или бессознательно, инертно, да, настолько медленно, поворотливо, что даже получая знание о том, что вот можно как-то иначе, мы по старинке все равно идем по тем самым маршрутам. Так вот, если сегодня есть тяжело, неизлечимые и так далее люди, ну, то вот, наверное, начало это для вас, про тот самый, я повторюсь, етерогенный фактор, это когда слово врача или слово авторитетного человека, не дай бог мамы, папы, родственников, да, я сейчас плавно перехожу к этому, является решающим фактором в развитии вашей жизни, я так скажу, да. Вас будет развинчивать или завинчивать, да, потому что если все родственники вокруг вам говорят на вот пепел, посыпай им себе голову, потому что у тебя там есть некое новое образование, да, ну или неважно что, или даже там кто-то написал эндометриоз, например, да, есть же мама, бабушка, тетя, начальница и все подруги, те, которые сами живут в тревоге и начинают людей, ну, вот, засыпать тем самым пеплом и говорить, ты что, ты знаешь, что это опасно, что происходит с человеком, если он еще и легко внушаем, ну, естественно, его спираль начинает завинчиваться, да, ну, то есть он начинает увидать, угасать. Вы видели таких людей 500 миллионов сотен тысяч раз, когда вы видите, а он, ну, какой-то понурый и так далее, вы говорите, а что такое, да вот я заболел, блин, я вижу, ну, хочется сказать миллионы людей, ну, не знаю, вижу ли я миллионы, но почему-то это цифры, я, наверное, их вижу, да, вот, автоматически. Я вижу много людей, те, которые заболели, и они живут, ну, активную, нормальную жизнь, даже с онкологией, даже, да, вот, не знаю, смотрит ли меня один из клиентов с миеломой, миели, все время не выговариваю это слово, но это рак крови тот самый, и просто после разговора, да, вдруг начал жить этот человек, верить в себя, ну, оказывается, вот так можно было, да, но вокруг играл настолько сильный фактор всех родственников и врачей, что все плохо, и вы умираете. Кто-то пишет, а-ха-ха, иду с эндометриозом в поликлинику прямо сейчас, мама напугала, решил Антона Антонова посмотреть. Да, мама напугала, да, врач напугал и так далее, родственники становятся тем самым вторым по значимости фактором, иногда первым врач становится вторым, те, которые, как бы, ну, ухудшают нашу жизнь, да, неважно, никто не говорит, что не надо идти там и лечиться, не лечиться, да, мы здесь не об этом, чтобы у вас, у самых тревожных и зависимых личностей не сложилось это впечатление и знание, что вот, значит, ничего не нужно делать, вы выбираете сами, вы слушаете себя, да, я бы рад сказать всем, не ходите, не лечитесь, но, блин, половина же поэта, ну, неправильно поступит, да, поэтому нет, поэтому только через собственное знание, но суть в том, что можно ходить и лечиться в более-менее нормальном настроении за отсутствием страха, за отсутствием слова смерть, постоянно играющим у вас фоном, вот за вашими ушами, мне хочется сказать, такое звенящее смерть, 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 да, хотя сколько энергии в самом слове смерть, сейчас мы еще к этому вернемся, так вот, представьте, что вы становитесь личностью и говорите маме, папе, бабушке, доктору и кому угодно, вот я чувствую, что у меня все пройдет хорошо, я чувствую, что все будет иначе, посмотрите на их лица в воображении, особенно на маму, да, там будет противостояние, там будет прям, у некоторых это будет война, да, мама не примет вашу взрослую позицию в этом вопросе, если раньше у вас взрослой позиции не было, если вы раньше ее слушали безоговорочно, то здесь как бы ситуация критическая, да, как для мамы, нифига себе, сопли потекли или эндометриоз, да, например, или там, не дай бог, отит вообще какой-нибудь, а если, что еще, что еще может быть, не знаю, что еще, ничего сейчас в голову не идет, но если что-то такое, то это же danger alarm, просто мама начинает, да, включаться, как это, в экстренный режим, да, и начинает вас просто, ну, задавливать тем, чтобы вы делали что-то, что мама узнала от интернета, врачей, подруг и так далее. Да, мы живем в запуганном обществе, мы живем в затревоженном, растревоженном, перетревоженном обществе, да, общество выстроено вот таким образом, экстренный режим мамы, да, один из экстренных режимов. Мы живем в таком обществе, я сейчас скажу фразу, что богу так угодно, да, и попробуйте только со мной не согласиться, да, богу так угодно, так нужно, да, чтобы столько людей умирало, чтобы столько людей там лечилось, чтобы столько людей, Ну вот это вот все, столько-столько-столько, вот Богу так нужно. Вы со мной не согласитесь, а вот фигушки, соглашайтесь, да? Все от Бога, и таблетки от Бога, и химиотерапия от Бога, и мама ваша от Бога, и врачи от Бога, и я от Бога. Вот все-все-все от Бога, ну так-то, по сути. Поэтому при вот этом знании, при вот этом понимании, при вот этом вот высеивании, да, все лишние информации, что оказывается все от Бога. Что мы получаем в сухом остатке? Одно слово. Кто-то пишет, нет, таблетки не от Бога. Тоже от Бога, уж поверьте. Слушайте дальше. Вот высеивая все вот это вот, что все от Бога, все-все, наркотики даже, да все от Бога. Ну, кто со мной не согласится, если что? Все создано, все создано Богом, да? Вот мы все это высеиваем, и там остается одно слово. Кто-то пишет принятие, нет, это следующее слово. И то не факт, не у всех. Там остается иное слово. Вот одно слово. Оно такое длинное. Одно слово. Справедливость. Нет, нет, нет. Но тоже заканчивается на мягкий знак. Смирение. Нет. Слово вот по количеству символов, как и справедливость. Плюс-минус. Благодарность. Нет. Осознанность. Нет. Ну, вот осознанность, это, в принципе, оттуда, но спокойствие. Нет, оканчивается на мягкий знак. Ответственность. Наталья. Первый правильный ответ здесь же Оксана. Ну, и, в принципе, мы зачтем и Тусю. Она написала безответственность, да? Остается слово ответственность. Мы понимаем, что если все здесь от Бога, все создано Богом, раз все так, значит, нам все-таки в этом что-то нужно делать, да? Значит, нам все-таки в этом придется что-то поделать. Вот мы и вышли на нашу собственную ответственность, о которой мы сегодня и поговорим, и уже говорим, и разговариваем, да? Не знаю, сколько по продолжительности будет сегодняшний эфир. Ой, сори, задеваю стол. Ну, и история вот такая. Вот, ребятки, мы получаем ответственность с той, с которой мы не хотим никуда идти, с той, с которой нам, в нашей зависимости от негативного эмоционального возбуждения, да, потому что все вокруг фонят негативом, все вокруг фонят негативом. Вот, ну, я знаю, очень мало устойчивых личностей, но прям устойчивость, устойчивых, от которых ты этот негатив, ну, так скажем, даже не чувствуешь, если они его и проявляют. То есть он настолько не задевающий никого, что, ну, ты кайфуешь, ты радуешься, находясь с такими людьми, и ты реально готов им помочь, потому что, ну, если они, конечно, просят эту помощь. Большинство же людей это те, от кого фон настолько сильный, да, что вы это чувствуете, что вы мало того, что вы не можете, например, да, как из последних уроков третьего курса в моменте заменить ощущения, вы даже защититься не можете, вы даже закрыться, но эмоционально не можете, у вас прям начинает, то есть ваше эмоциональное состояние меняется рядом с этими людьми. Не то, что даже общее состояние, вот это ваше ядро основное меняется, да, и то есть там нужно даже затрачивать силы на защиту, и, ну, таких людей миллион, миллионов, да, а то и 6 миллионов, миллионов, да, а то может уже и 7 миллионов, миллионов. Так, я сейчас отступлю, кто-то здесь начал писать слово, смерть тоже несет негативную нагрузку, кто сказал, для меня, например, нет. Мы сейчас об этом поговорим, я сказал про энергию в слове, ну, про силу, да, про, я сейчас объясню, о чем это, потому что мы здесь на языке физиологии разговариваем, на языке, ну, на языке жизни, на языке понятности. Кто-то пишет смерть, смена мерности, ой, у кого же вы это узнали, смена меры только, да, смерть, смена меры, хотя не факт, но этимология слова очень похожа, да. Да, хорошо, кто-то уже пишет вопросы, так вот, так вот, людей вокруг очень негативных, ну, таких прямо тревожных людей. Я не ругаюсь матом, но их очень много, да, их очень много, ну, невероятно много. Что делать-то, ребят? Кто-то пишет, как уехать, вот, было написано, от тревожных людей, как скрыться от тревожных людей, как, да хочется сказать одно, от себя не скроешься, от себя не убежишь, ребятушки, от себя не убежишь. Есть следующий уровень, в котором, в котором вас эти люди, ну, перестают сильно, так скажем, трогать, перестают они вас сильно, они не имеют на вас давления, которое может вам очень сильно помешать, да, они на вас его не имеют, но это следующий уровень, это следующий уровень, да, вы на этом уровне очень мало начинаете встречать таких людей, то есть они становятся не основой вашей жизни, они становятся вашими иногда случайностями, ой, какой ты думаешь, ну, вообще, какой тяжелый, вы их сразу начинаете так видеть, да, но перед этим вам предстоит осознать, сколько тревожных людей, сколько, ну, негативных, тут слово, слово негативный носит негативный оттенок, мы все-таки о том, что есть плюс и есть минус, и они тоже от Бога, да, я вам скажу чуть более, вы, так скажем, вырабатываете энергию, вы живете за счет того, что у вас есть плюс и минус, вот сейчас вытащи из вас все знания о том, что там убей, не убей, да, крадут, не крадут, и что там, прелюбодействую, не прелюбодействую, да, я сейчас условно, ну, здесь можно много сразу позиций привести, если из вас вытащить все эти знания, вы вот сдуетесь, как тот шарик, и перестанете вообще вырабатывать энергию, жизненную силу, то есть перестанете, да, ну, ее не будет кто-то напишет про эволюцию и про животных, но если не напишут, на этом мы тогда, мы продолжим на этом, так вот, многим из вас предстоит история осознать, сколько тяжелых, тревожных, нагруженных, удивительных у меня идет слово, да, для меня эти люди теперь удивительные, осознать, сколько их вокруг, сколько людей, так скажем, работают на частотах, да, которые, которые вам уже не подходят, кто-то написал, где это, я пропустил, я гулял по Москве, мне попалась такая надпись на памятнике, какая надпись, да, так вот, мы вернемся немножко назад к слову ответственность, да, про вашу ответственность, про то, что, что делать с мамой, или как общаться с мамой, если у вас появится ответственность, как общаться с бабушкой, если у вас появится ответственность, как общаться с доктором, если у вас появится ответственность, особенно если доктор вам скажет, вы что, что вы такое решили, что вы такое говорите, да, хотя я сейчас не встречал уже таких докторов авторитарных, ну, по крайней мере, мне они не попадались, да, все-таки врачи это тоже люди, они также слушают, они также слышат, они также готовы общаться. И более того, многие из них готовы и хотят учиться, понимая, что что-то происходит помимо их ума, помимо их знаний. Как-то наука развивается, они еще об этом могут не знать. Никого, конечно же, посылать не нужно. Я хочу, чтобы вы начали осознавать, что те слова, которые вы говорите людям, являются для них той информацией, из которой складывается их жизнь. Осознайте, что то, что вы говорите людям, строит их жизнь. Все те шутки, которые вы говорите, все те прибалудки, которые вы отпускаете, все те подколы, все те, ну, вот из меня даже слово страшилка не идет, да, я его не буду даже его и говорить. Я сейчас, вы поймете, почему. Все то, что вы говорите людям, укладывается кирпичиками в их жизнь, то есть строит их жизнь. Понимаете? Всю ту ерунду, что вы в офисе с кем-то рассказываете друг другу или где-то на работе от того, что вы не знаете, чем пообщаться, на чем пообщаться, каким языком пообщаться, да, о какой информации поговорить. Все это укладывается кирпичиками в их жизнь. И так же, как прошлое сейчас является для них настоящим, я имею в виду, работает в их настоящем, да, тот, кто работает с психологом, например, тот сразу поймет, о чем я говорю. Как это прошлое работает для них сейчас, так это настоящее будет работать для них в будущем, так это настоящее станет для них в будущем. Понимаете? И вы в их будущее сейчас вкладываете то, что вы говорите. То, что вы говорите. Всякую ерунду, которую вы говорите. Просто вот то, что вы шутите, да, я это имею в виду. Это становится их жизнью. Это вот как тот, кто занимается криптовалютой, да, знает, что такое блокчейн-технология. Вот, вот идеально вообще, да, когда вот эти строчки, коды накладываются один на другой, и их больше не стереть, да, вот они являются тем самым фундаментом, который продолжает расти, устраиваться, я так скажу, да, устраивать фундамент. Строители меня поймут. Технари и инженеры. Так вот, то, что вы говорите вашим детям, вашим мамам, вашим соседям, вашим коллегам, все это является, да, их жизнью в будущем. Представьте, вспомните, что вы вчера им наговорили, о чем вы там шутили. Наверное, какие-нибудь пошлости, да, черный юмор и так далее. Кто-то пишет, как научиться не воспринимать то, что говорят мне. А как? Вы же общаетесь с людьми. Как, не общаться, что ли, с людьми совсем? А не получится не общаться с людьми. Вы же для них общаетесь. Они для вас тоже общаются. Понимаете? Дело не в этом. Дело в том, что начинать осознавать, начинать понимать, что это происходит. Я сейчас не дам вам ответ на всю вашу жизнь. Но я даю вам следующий ключ. После сегодняшнего веба вы станете немножко другими, осознавая, как с вами общаются другие люди. И как вы общаетесь с ними. Да. Кто-то сразу делает вам внушение. Подсознание все возьмет. Ну, кто знает, все оно возьмет или не все возьмет. Я очень, ну, немного, но я общаюсь с разными людьми. Я езжу на группы к зависимым, да, и я слышу там очень много высказываний. Беру ли я это на себя, если учесть, что я перестал даже использовать мат у себя в речи. Ну, наверное, это может где-то пролететь, да, чтобы вы не считали, что я прям на 100% идеален. Но на 99% я не использую мат в речи. Я на 98% не использую сленг. И как же приятно меня слушать, согласитесь? Как же приятно меня слушать на самом-то деле. Я не использую, хотя я еду на группу, на которой все матерятся, просто не переставая. Но я же не впитываю этого. Я же не начинаю на этом разговаривать. Не начинаю. Я не начинаю использовать сленг. Не начинаю. Я не начинаю включаться в их тревоги. Не начинаю. Почему? Да, потому что я осознаю свои. Мне не нужно копаться в жизни другого человека, чтобы изменить свою. Представьте, насколько все просто, да. Всем мамам, те, которые смотрят, да, сейчас. Мне хочется сказать, вам не нужно копаться в жизни своих детей, да, чтобы вам изменить свою. Потому что после того, как вы начинаете копаться в своей, изменяя себя внутри себя, жизни ваших детей тоже меняются. Но это же так страшно отдать им их ответственность и взять на себя свою. Легче же, не воспринимая свою, брать ответственность у них, да, их ответственность. И вот она, вот эта вот перекрестная связка, в которой почему-то все не работает. Почему-то мы не можем, так сказать, взлететь, да, почему-то у нас это не получается, да, потому что мы тянем друг друга в разные стороны. Мама хочет взять ответственность за здоровье ребенка и тянет ее на себя. А ребенок, соответственно, тянет все это в другую сторону. Вот такой мы получаем диссонанс в итоге, да, и никто особо не развивается. Но мы так привыкли жить. Я хочу, чтобы вы понимали, я не имею в виду, что когда-то в семьях у нас все было хорошо, а потом вдруг вот стало вот так вот плохо. Нет, все было вот так, ну, так скажем, для нас сейчас, да, немножко нездорово, да, там, где вот перекресты ответственности и так далее. То есть это для нас немножко как бы уже не очень для нашего времени. Но суть-то в том, что никогда и не было там по-другому. То есть мы результат вот этого, так скажем, в кавычках плохо, то, которое было у нашего рода там сто поколений уже. Мы результат этого, и нам теперь с этим просто разбираться, и все. Нам теперь просто это решать. Нам теперь просто это улучшать. Так вот, о словах. Просто пообращайте внимание, какие слова употребляет ваш коллега. Просто слова, даже, да, можете не заходить там на второй курс и не искать ответ про глаголы и прилагательные, да, как человек проживает жизнь и так далее. Просто пообращайте внимание на слова, да, особенно те, которые повторяются. Вот любые слова, да, это то, что происходит у человека в жизни. Это то, что есть в его жизни. Чтобы здесь не быть психологами особо и не выяснять, так, а это он о себе, а это он, значит, а это он видит вокруг. Значит, это у него внутри, там, не надо этого вам ничего. Просто пообращайте внимание на слова, да, те, которые человек употребляет. Кто-то пишет слово «культурный код человека». Ну, как бы, да, но это для умных. То есть вот я бы не понял, да, слово «культурный код». Ну и что, культурный код. В какой культуре, наверное, он живет, ну и что. Мы сейчас про внутреннюю культуру. Человек тот, который употребляет что-то, да, в своей речи, имеет это в жизни. Неважно, в каком виде он это имеет, но это и есть внутри него, да. Понимаете, о чем это? Мы даже не говорим про мат. Мы говорим про слова. Вот я сегодня один раз сказал слово, я его не буду повторять, чтобы у вас это не отложилось. Вот скажу по опыту, да, то, что употребленное слово единожды, ну еще как-то, ну так скажем, можно с этим жить, да. Если слово повторяется два или три раза за несколько часов, тем более, вот это очень хорошо прослеживается с коллегами, с кем вы находитесь в офисе весь день, да, и вот слушаете, например. И слово то, которое он употребляет два или три раза за несколько часов, да, вот вам это слово нравится или нет, спросите себя, да, вам это слово отзывается или нет. Захотели бы вы общаться с таким человеком? А теперь представьте, а точнее вспомните людей, те, которые часто говорят о смерти, те, которые часто говорят, шутят о каких-то авариях, о каких-то упал, разбился и так далее. Вспомните таких людей. Есть вокруг вас такие люди? У меня есть. Сейчас этот человек немножко изменился, это человек из моей семьи, да. Нет, мы сейчас, я даже сейчас не вспоминаю бабушку, та, которая собирает все эти новости, хотя она тоже стала это меньше делать. У меня вот такой до недавнего времени был старший брат, у которого в шутках постоянно вылетает вот эта тема, да, и якобы, ну такое, якобы, как бы согласие с тем, что ну и ладно, ну если и так, то так, да, если я ему, например, указывал на эту тему, но очень слышалось якобы, да, очень. Вот сейчас это исчезло. Вы их избегаете. Вот я опять же этих людей не избегаю, я этих людей слушаю, да, я слушаю. Я вообще стал слушать людей. Я также много говорю, вообще бесспорно, потому что, да, иногда лучше сказать, да, особенно там, где просят, а меня просят поговорить. Но я хочу, чтобы вы начали обращать внимание на тех людей, кто много говорит на тему смерти, на тему там, ну вот на все вот эти вот шутки, особенно черный юмор, да. Вы знаете, что мы шутим о том, о чем боимся сказать вслух, о чем мы боимся сказать в серьезном разговоре, да. Те люди, которые много шутят на тему смерти, у тех много страхов по поводу смерти, я вам открываю маленькую тайну. Они очень много бессознательно в себе варятся на эту тему. То, что не умереть бы, умереть, заболеть не заболеть и так далее. Соответственно, они будут очень много переживать за других, и очень много будут делиться этой эмоцией, этой информацией с вами. Я вам чуть-чуть подсказываю. Что смотреть при беременности, чтобы не подключаться к людям и их разговорам? Что смотреть? Филяева посмотрите, Антонова посмотрите, Кокорина посмотрите. Что еще вам посмотреть? Какие-нибудь хорошие каналы по истории, ну такие лекционные, правдивые только, а не вот это вот все. Нет, кто-то пишет мультики. Нет, ребята, вы даже не представляете, что есть мультики. Мультики самые хитрые синематографические изделия, да, потому что нацелены на аудиторию той, которая очень мало критического мышления. Вы сейчас потому такие взрослые, потому что вы смотрели вот такие мультики. Там, наверное, процентов 50 вашего воспитания и того, как вы сейчас мыслите и считаете, что верно, что неверно, в том числе, да, и медицина, и все-все-все остальное. Очень мало, очень мало, я не знаю даже мультиков, те, которые можно порекомендовать детям. Кто-то рассказывал, да, пару лет назад в одном из эфиров, был эфир по детям, кто-то писал мультики, те, которые реально, ну, как бы, более-менее здравые. Нет, свинка, пепа 100% нет. Вот, писали мультики, я сейчас не вспомню. Кто-то пишет «История игрушек», но это же, ну, это вот, вот это все дьявольское, мы так скажем, но это тоже от Бога, да, минус и плюс – это все от Бога, да. Есть, конечно, выражение, я очень люблю. Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он Бог, да, мне это очень сильно нравится. Вот, хорошо, про внезапную смерть. Смешарики и так далее, это все хрень собачья, да, я так скажу. Это вот, ну, это все Гарри Поттеры. Вообще вы даже не представляете, что вам там закладывают в ваши неокрепшие психики. А у нас эта история, да, с тем, что наши психики неокрепшие, но она прям цветет. Но это и хорошо, мы стали выглядеть лучше, заметили? Мы стали более взрослые дети, но и мы стали лучше выглядеть, да, чем люди там 40 лет назад выглядели в 30, мы сейчас в 30 выглядим значительно моложе, да. Как бы нет худа без добра, как говорила моя мама. И вот вроде нас делали такими инфантильными, да, инфантами, а вот он результат, мы стали выглядеть лучше. Я вообще, если я еще и побреюсь, как будто вот только вчера разморозился, а мне уже 40 лет. И при условии моего послужного опыта, да, я вот вижу тех, с кем мы там что-то делали и чем-то занимались. Они, конечно, выглядят постарше меня. Поэтому, да, спасибо этой инфантильности. Мы как бы не старели психикой, да, мы не считали, что мы старые, не считаем и сейчас. И это очень отражается на теле. Вчера кто-то спросил в комментарии в Инстаграм, что читаешь сейчас, что изучаешь. Я написал Гермес Трисмегист, да, но я эту книгу нашел в аудиоформате и прослушал ее за три дня. Вчера я ее и закончил. Поэтому, чтобы вы понимали, если вы там увидите это в комментарии, сегодня я уже начал другую книгу. Вот, и там знания, конечно, очень сильно искажены, очень сильно они такие прям философичные, где-то даже чересчур духовные и так далее. Но для общего развития мне было интересно, что же это за книжка, потому что она упоминается одним уважаемым мною автором. И там сказано о том, что, ну, в общих чертах о том, что если мы вот в этой психике, так скажем, не стареем, то мы не стареем и физически, да. Вот это об этом. Хорошо. Кто-то пишет, внезапная смерть, это круто. Внезапная, ну, желательно не за рулем, и чтоб ты, тем, этот, страйк где-нибудь на светофоре не выбил, да, на пешеходном переходе, наверное, да. Хотя, как тебе там уже? Так вот, люди, боящиеся смерти, есть же вы сегодня в эфире? Да есть, конечно. Вас сегодня очень много в эфире, и даже и тот, кто это отрицает, просто сейчас находится в состоянии, в котором ему как бы пофиг, да, в котором ему вот сегодня или там завтра не страшно, потому что мы не можем находиться постоянно в одном и том же состоянии, да, этого не бывает, это нормально, да. Просто я вам скажу, что эти состояния могут стать настолько редкими, что они для вас становятся, ну, как некий такой этап познания, новый праздник, потому что, о-о-о, я сегодня боюсь, мне сегодня страшно, да. Они происходят у всех, даже у тех именитых гуру, те, которые, ну, так скажем, смотришь на них, думаешь, ну, идеальный человек. Смотришь, ну, думаешь, блин, а потом такой опоминаешься и думаешь, ну, он же человек, ну, зачем ты так себе говоришь? Он же явно не идеальный, тоже у него что-то бывает, и так же он за счет чего-то растет и прорабатывается, да. Я о себе сейчас ни в коем случае не говорю, я имею в виду, ну, те, кто следит за мной, он знает, да, что я о себе не идеализирую и всегда просил вас не идеализировать меня, всегда. Я всегда говорил, не надо меня там превозносить и так далее. Я человек, и меня носит, несет, и вот. Но могу как бы еще раз, да, похвастаться, так скажем, последними результатами, что вот я не использую мат, меня, ну, я не пью кофе уже сколько, пару месяцев или три, я даже не знаю, соответственно, я не курю, не пью, мы даже уже об этом не разговариваем, хотя у меня нет на это запрета, да, вот что интересно, что я могу это сделать, так что если вдруг вы меня увидите где-нибудь на вечеринке шампанским, ну, значит, как бы вот оно, да, что вряд ли, я вообще очень сильно сомневаюсь, что я когда-либо захочу алкоголь, но отрицать, зарекаться я не буду. Но я не использую мат, у меня нет сленга, у меня нет зависимости, я просто сейчас люблю вкусно поесть. Вкусно это значит, ну, как бы вот я ем вкусно. Сладкого минимум в моей жизни, минимум, но оно есть, я скажу, да, опять же сладенькое, ну, сладкое есть. Просто я перестал есть вот этот сильно переработанный сахар, то есть я ем очень простое сладкое самое, ну, варенье, мед могу, да, и так далее. Вот пирожные, ну, вот, наверное, за три месяца, может быть, один какой-то десерт, там, два я съел, самые легкие. Вот, ну, вот я сейчас несколько дней ем мясо опять, но я думаю, что это вся моя история с проработками, да, себя. У меня почему-то организм захотел белка. Для тех, кто знает ДНМ, да, он знает, что белок является восстановительным при распадах всяких штук, и организму просто нужен белок, он требует альбумина. Вот, мне захотелось белка, и курицы захотелось, поэтому я вот несколько дней уже ем. Хорошо, так вот, вас тут очень много боящихся смерти. У тех, у кого виснет, 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 и звука виснет, да, зависать стало. Жалко, конечно, жалко, но ничего. Посмотрите в записи вот этот вот отрывочек. Так вот, кто-то пишет, все хотят долго и здорово жить, а для чего? Мы сейчас к этому перейдем. Вот у вас у многих очень страх смерти, да? Чего вы ее боитесь-то? Да, чего вы ее боитесь, если вы не знаете, зачем вы живете? Вы из-за незнания, зачем жить, да, вы боитесь смерти. Вы из-за незнания, зачем жить, начали бояться уйти, ну или как там, выйти из игры, да, как я всегда говорю. Вы начали бояться, потому что вы не знаете, зачем вы живете. Вот моя жизнь настолько наполнена смыслом, хотя я этого зачастую не вижу, я иногда выхожу на улицу, у меня опять, ну, вакуум, ну, не вакуум, а такое, как обесценивание всего, но не то, что я обесцениваю, что все плохо, а я ничего не чувствую в плане, ну, да, ну, делал что-то для людей, ну, я там помог, ну, да, кому-то, ну, у кого-то жизнь изменилась, ну и что? Ну, там, ну, маме даже помог, ну и что? Ну, вот, ну, пожил, ну и что? Ну, имеется в виду, ну и что? Ну, что такого прям супер выдающегося? Вот, хотя моя жизнь, да, очевидно, наполнена определенным смыслом, я ее наполнил. И вот у меня вопрос, вы когда решите, для чего вы живете-то? Вы когда поймете, для чего вы живете? Вы когда перестанете бегать от внутреннего ощущения, что вы знаете, в чем смысл вашей жизни, пусть даже он наполнен якобы некими, ну, как это говорят, грехами, там, эго и так далее. Пусть даже, потому что поверьте, что из того, что называют грехами, прорастает то, что становится безгрешным, да, на то и суть грехов, чтобы из них выйти. Ну, это для тех, кто там, не знаю, хочет денег, там, не знаю, много там мужчин себе или женщин, там, власти, что там еще, преливодеяния, много-много кто хочет. Может, это я, кстати, не знаю, сейчас не осознаю, но нет, не похоже на меня уже. Да, меня, кстати, похоть тоже отпустила, и это прекрасно, да, я имею в виду вот эти периоды, те, которые называли гормональными всплесками, такой всплеск, и как бы у тебя прям вот эти мысли идут, они тоже исчезли. Но они не исчезли, наверное, полностью, то есть по-здоровому я что-то чувствую, но вот именно, ну, такое зависимое в этом отношении поведение тоже ушло, и это руку на сердце, это прекрасно, это так легко, да, и меня сейчас удивляют люди, те, кто-то говорят, а зачем мне нравится курить, пить и там заниматься беспорядочными связями, это же прекрасно. Ну, может быть, это прекрасно, но оказывается, что прекрасно и без всего этого тоже прекрасно, настолько же прекрасно, насколько прекрасно и там, да, чтобы ничего не обесценивать, и каждый сам выбирает ту жизнь, которую он хочет. Так вот, когда вы решите, для чего вы живете, кто-то пишет, это просто возраст пропохой, да, я уже слышал это, так может вообще тогда ничего не делать, и там чего-то где-то в каком-то возрасте изменится, хотя я слышал, что вроде как наоборот же происходит. Нет, у меня не исчезло желание, как я уже сказал, желание есть вообще все в полном порядке, исчезло зависимое от этого поведения, что тебе без этого плохо, я в это, я такой смысл вкладываю в слово похоть, да, желание скинуть напряжение через секс, но это же глупость, да, заниматься нужно любовью, в которой хорошо, и пусть там, ну, не, ну, можно выбирать самому с кем и как, вопрос в том, что если, как люди это говорят, я скидываю напряжение через секс, то это про зависимость, это про похоть, вот. В слове смерть очень много энергии, сразу я перехожу, у вас в слове, в ощущение смерть вложено столько жизни, что если из вас убрать сейчас этот страх, как отрицательную сторону списка, который мы обсуждали там в начале, да, плюс и минус, если из вас убрать этот страх, то у вас часть жизни закончится, да, то вы частично жить перестанете, потому что вы благодаря там страху смерти, вы бегаете по жизни, да, вы ищите себе новые лекарства, вы ищите себе новые проработки, вы там ищите себе новый заработок, работу, чтобы, не дай бог, что-то случиться, чтобы у вас там что-то было и так далее. То есть у вас в слове смерть вложено настолько много смысла, что сейчас забери у вас этот смысл, вы непонятно, что будете делать, у кого-то 40% жизни исчезнет, у кого-то 60%, у кого-то вообще 80%, да, а у кого-то и 90%, и 95%, и они вообще тогда не поймут, зачем им жить, да. У кого-то страх за близких и так далее. Ну, вот ваш смысл жизни, когда вы уже решите, для чего вы живете, когда вы уже станете понимать, для чего вам жить, а не для чего вам бояться и избегать смерти. Читаю ваши комментарии. Кто-то пишет, что своей смерти не боюсь теперь, потому что классно живу, ну вот за детей бывает я боюсь, ну что за бред опять, да, боюсь за собственное состояние. За детей никто из вас не боится, вы боитесь за собственное состояние, которое вы будете испытывать. Вы долбанные эгоисты, да, вы когда переживаете за кого-то, вы переживаете за собственное состояние, понимаете? Ну, это же грех-то, вы грешники, это же эго. Может, человек так выбрал, кто вообще сказал, что там плохо после смерти, вообще кто считает, что там плохо, напишите. Да никто почти, все считают, что там хорошо. Тогда чего вы туда людей-то боитесь отпустить, если им там лучше будет? Ну, потому что вы за себя тут переживаете за себя, а вы боитесь. То есть, да, представляете, насколько вы неосознанные, глупые, да, что вы не можете выключить свои мысли о смерти. Вы не можете выключить, вы ничего не можете сделать со своими мыслями. А знаете почему? Потому что вы не хотите. Но это не в том смысле, что вы какие-то плохие, а то, что это ваша энергия, вы так живете, да. В слове смерти очень много энергии, очень много силы для вас. Это ваша сила. Примите это все те, кто боится смерти, все те, кто об этом много думает, примите, что это ваша сила. Но вас это еще сильнее испугает, как это я смогу принять, что это то, с чем мне не нужно бороться вот с этим страхом. Как это? Я же тогда, как это? Нельзя же так. Попробуйте. Попробуйте. Попробуйте сделать это вашим смыслом. Да, я этого боюсь. Это является одним из моих смыслов. Попробуйте, у вас это получится. Что-то еще я хотел сказать про страх за близких. Ну, я думаю, здесь можно это все не обсуждать, да, про, там, кислые лица и так далее. Кому это нужно? Да никому это не нужно. Абсолютно. Это не нужно никому. Отпустить можно всех. Отпустить можно любого человека. Абсолютно. Абсолютно любого человека можно отпустить. Федор пишет, сердце тоже обманывает. Нет, Федор, обманывают ваши глюки. Обманывают ваши глюки, под которые вы еще и подтягиваете страхи. Вот если, например, у вас есть страх, ну, умереть у мамы был, да, то вы под этот страх неосознанно начинаете подтягивать, под этот глюк начинаете подтягивать себе страхи. Да, вы начинаете это видеть везде. Здесь вот сказали, что мы все умрем от химтрейлов там каких-нибудь. Все, страх подтянут исходя из вашего глюка. Да, следующее, там идете, не знаю, что еще. Излучение от мобильного телефона нас убивает. Еще один страх. У вас есть общий глюк, под который вы все это подтягиваете. Блин, вы едете по дороге без отбойника, у вас там шанс умереть в миллион раз выше, чем все, о чем вы вот боитесь и хапаете себе из интернета. Да? Но вам об этом там никто не рассказывает. Вы не подтягиваете этот страх под свой глюк. Умрем от обезьяни и оспы. 5G. Умершие родственники часто снятся. Это про мысли о смерти. Смотрите, во сне всегда будут воспроизводиться ваши глюки, да. Сон – это всегда воспроизведение. Вот этот быстрый сон, фаза быстрого сна, их там 4-5 штук, да, мы проходим за ночь. Но мы помним чаще всего первый сон там или последний, да, иногда оба, иногда один в середине. И такое тоже бывает. Там воспроизводятся ваши основные глюки. Но не ваш глюк, не в том, что происходит именно во сне, хотя поэтому можно считать, да, что происходит, а в том, что вы чувствуете, какое ощущение вы там испытываете. Что на вас, например, нападает много людей. Знаете, да, это мой излюбленный глюк, что меня там или догоняют, или полиция, или еще что-то. Навсегда много людей, те, которые что-то со мной хотят сделать. Но очевидный же глюк – страх людей, социальный конфликт. Он, ну, он уже тоже такой слабенький, да, мы видим. Но я опять сейчас рассчитываю на себя, поэтому не буду сейчас ничего об этом много рассказывать. Но суть в том, что вот он мой, как бы излюбленный глюк, воспроизводился у меня во сне. Вы под свои глюки затем начинаете подтягивать страхи. Мы сегодня разговариваем про смерть, именно поэтому, да, вы сегодня здесь. Именно поэтому вы ловите те страхи, которые вот вы здесь пишете. Именно поэтому вы читаете этот гугл, именно поэтому вы слушаете именно маму, запоминаете именно ее слова, да, потому что у вас есть страх умереть. Ваш излюбленный глюк. Кто-то вначале мне так понравился, написал, что это не уважение, что мы тут все общаемся. Антон говорит, а мы тут все между собой общаемся. Но настолько, насколько вам нужна информация, настолько вы ее и получаете, да. Есть такая хорошая история, что в конце концов каждый получает то, что способен терпеть, да. Вот многие из вас сейчас уйдут, вообще ничего не поняв и также продолжат бояться. Но вы способны это терпеть, вот вы этого, да, вы с этим и уходите. Каждый делает это. Я уйду просто, ну, с каким-то таким, ну, с хорошим уровнем принятия, наверное, или как это называется, с тем, что да, все так. Но он у меня был здесь и в начале, то есть и в заходе сюда. У меня нет, ну, у меня нет, я больше ничего не скажу. Кто-то не слушал, не слушал, а теперь пишет, а как убрать страх страха? Страшно наловить новые страхи, пойдя в социум. Терпеть, скорее готовность принять. Нет. Когда мы что-то принимаем, нам это не доставляет дискомфорта. А у вас, Евгения Язева, много дискомфорта в жизни. И он у вас есть, потому что вы способны его, вы готовы его терпеть. Вы его терпите, вам он не нравится, скрипя зубами, вам не нравятся люди вокруг, вам не нравится там, не знаю, ваш уровень заработка, вам все, вам, ну, что-то не нравится, и вы это терпите. То есть вы с этим ничего не делаете. Кто-то спрашивает, Антон, что это у тебя сзади вращается? Ваш смысл жизни у меня там вращается хорошенько, да? А кто-то еще спрашивал про геометрическую фигуру. Нет, это не геометрическая фигура, но она, конечно, геометрична. Это горшок для цветка, вот это для Сергея, да? Его зовут Сергей. Кто-то помнит, кстати, он и достался мне, это мой первый цветок, он приехал вот с этим вращающимся горшком, его нужно было туда посадить. Я вставил его туда и подумал, у него же закружится голова, если он будет так весь день вертеться. Плюс он стоял очень неровно. И я вытащил и пересадил его в горшок, и вот он уже вырос, хотя он немножко тут желтит и так далее. Видимо, ему нужен горшок поменьше, вот он приехал, этот новый дом для Сереги. Это Сергей, вот это, если что, если вы хотите познакомиться. В общем, Серега, вот там вот Леха, вот тот вот фикус, и вот это вот, и Димон. А вот это вот к Лехе, вот этот большой, это племянники приехали, не знаю, как их зовут. Вот, если спросите, почему Серега, Леха и Димон, то это из песни «Любе». Да, да, целая банда, абсолютно верно, у меня теперь есть цветы. Серега, Леха и Димон. Не знаю, вот так сложилось исторически. Что вам дают Серега, Леха и компания? Не знаю, здесь они со мной живут. Нет какого-то, нет у них, ну, какой-то цели, чтобы я сказал, мне тут нравится, что вот это. Ну, наверное, ощущение живости, но хотя у меня тут и так живо, да, те, кто приходят ко мне в гости, говорят, что у меня просто офигительное жилье, хотя я так не считал, и у меня уже просят, так скажем, да, ну, перекупить, да, в каком-то отношении эту квартиру, чтобы я из нее выехал, и люди очень хотят в нее заехать, потому что скажут, что ничего подобного по атмосфере вот в этом доме они не видели. Но они, может быть, не видели всех, да, квартир. Вот, но у меня реально очень хорошо, очень уютно, минималистично, и это прекрасно. Я понимаю, что мое жилье соответствует мне. Да. Какой у нас сегодня возраст? Возраст у вас? Я не буду отвечать, да, на вопросы про трансерфинг, про вот это все. Если вам эзотерика помогает, да, ну, используйте. У меня в основной моей лекции есть про то, как я сказал, ну, это хороший костыль, да, зелан для меня был 12 лет назад невероятным костылем, просто как глоток такой, да, воздуха свежего, ненадолго, но это был глоток там на месяц, на два, ну, на месяц. Я месяц читал, пять книг, ночами вообще я работал тогда сторожем, вот, насколько я помню, ночным. И я читал, и это было, ну, мне это силы придавало ненадолго, но это было топливо. А потом я начал читать Рейрихов, затем Балавадскую, и понял, все, стоп, хватит. Да, а смотрите, у нас, ну, много людей к 40, да, к 50. Вы уже прошли эту стадию, когда начинают вылазить симптомы, организм как бы разваливается, да, есть такое ощущение, что как будто организм разваливается, а потом такое, опа, и улучшается все, да. Ну, как бы разваливаетесь, а потом собираетесь. Вот у кого-то сейчас только усталость пришла. Нет, не было такого. У кого-то вообще такого и не будет, да, у большинства это есть. Ну, раньше же нам что говорили? Да вот, после там 30 или 40 начинает организм сыпаться. Да, сейчас-то мы уже понимаем, что он не сыпется, он перестраивается. Да, я это вам сейчас рассказываю за тем, у кого это было, есть или будет, чтобы вы понимали, что вы сейчас соберетесь. Если вы сейчас, опять же, допустите себе ядерогенный фактор о том, что вот я разваливаюсь, то, блин, ну, ни к чему суперклассному это не приведет, да. Понимаете, что вы уже перестраиваетесь. До 30 разваливается. Кто-то пишет. Антон, скажите, пожалуйста, на группах в АЭН, как вы делитесь своим опытом, как вы использовали инструменты, рассказываете свой опыт. Просто рассказываю и все. Также я так же высказываюсь, как и все остальные. Я такой же член АЭН, да, так скажем. Просто у меня, ну, с этим нет вопросов никаких, да. Я имею в виду, что у меня вообще нет вопросов даже там с кофе, даже со сладким. Да, я прекрасно. Я вот это, сколько, да, на день выделяется, может выделиться вот дофамина, вот сколько мне дано, я начал, ну, почти всегда растягивать это на день с кайфом. То есть, оказывается, можно просто наслаждаться жизнью, глядя в окно. Но это не про то, что, ну, я реально, я не понимал раньше этих людей, а теперь я это понимаю. Конечно, у меня тоже с этим вопросы. Ну, хотя у меня вот даже сейчас, у меня тоже с этим вопрос, жест, да, у меня пошел. Но я все-таки себе не даю спуску в том отношении, что я не даю себе расслабиться и сказать, все, я прям, я научился. Я всегда себя оставляю, блин, я не идеален. Да, если я говорю, я не идеален, я не идеален, у меня есть что делать. Вот, высказываюсь точно так же, как и все. Плюс я еще езжу на параллельные сообщества, да, на ВДА и куда-то я еще заезжал и так далее, да. Мне нравится. Ну, я плюс еще получаю колоссальный терапевтический опыт, да, колоссальный просто. В первую очередь я открываюсь там сам. Хотя, ну, я открыт везде плюс-минус одинаково, да. Я везде могу рассказать, если вы меня спросите о чем-то, я могу рассказать. Но, наверное, там это делать проще. Вот бы живую встречу в Москве с вами. Ну, может быть, сделаем летом. Хотя я не понимаю, что рассказывать. Вот я это отлично отдаю здесь. Хорошо. Ребят, что по смерти-то? Я вот не понимаю, ты говоришь про то, что после смерти что-то там есть и что-то хорошее. Я говорю, так зачем бояться? Я говорю, что все так считают. Нужно в это верить, чтобы не бояться. Но никто не видел, никто не знает. Я как раз этого не говорю. Я вам рассказываю о том, чего вы боитесь-то, если вы вообще ничего не знаете. Чего вы так цепляетесь за эту жизнь, да, если вы ничего не знаете и не знаете, для чего живете. Если мы тут по факту рабы, биомусор, чего мы цепляемся-то за эту жизнь. Кто вам внушил, что эта жизнь так ценна? Кто? Кто так решил, что она так ценна вообще? Да. Страшная неизвестность. У вас неизвестность каждый день завтра наступает. Каждая следующая минута для вас неизвестность. Я на Ютубе отдавал практику, да, про внутреннее чувство безопасности. Я также отдам ее на третьем курсе, да, еще раз более подробно я расскажу, как это делается. Мы вместе это поделаем. Это для тех, кто, ну уж совсем тревога. Я вижу эти сообщения тем, которым одним словом там или одним предложением не ответишь, да. Там всегда будет, ну как же, ну как же, ну как же, да. Самая лучшая информация – это отсутствие информации. Это вот мне просто в моменте нормально и все. Это самое лучшее. А что, жизнь и цена? Нет, вы мне скажите, чем она так ценна? Для кого она так ценна? Ну чем она вам так ценна, если вы еще не решили, зачем вы живете? Кто-то решил, окей, это очень хорошо. Я решил, для чего я живу. И поэтому у меня вообще, ну, у меня нет вопроса там о смерти, о том, что ну уйти и уйти. Я знаю, для чего я живу. Зачем мне вообще задумываться о смерти? Представьте, зачем вам задумываться о смерти, если вы знаете, для чего вы живете? Вы задумываетесь о смерти, я имею ввиду, боитесь смерти. Задумываться – ладно. Боитесь смерти, потому что вы не знаете, для чего вы живете. Те смыслы, которыми вас наградили, вам не подходят, они вам не подходят. И вам неоткуда вырабатывать энергию, вы начинаете вырабатывать ее из страха смерти. Вы страх смерти для себя берете как проработку, с помощью которой вы сможете развиваться. Если вам это подходит, то окей. Да, у кого-то покой, кто-то расслабился, кто-то еще что-то понял. Все просто, да, когда у вас нет принудительного мышления по поводу смерти, по поводу ухода, когда нет принудительного мышления. Это очень легко, жить в этом, но прийти к этому для меня было очень сложно. Да, для меня было очень сложно. Я еще раз скажу, что есть практика на ютубе моем про внутреннее чувство безопасности. Она очень помогает, очень, да, это прям инструмент. Я отдам ее на третьем курсе. Плюс я вам хочу сказать то, что заходите учиться на третий курс. Да, это то, что сделано в самом простом формате для самого эффективного результата. Да, мы сделали пока только четыре урока, но многие из вас уже понимают, чем дело пахнет, да, какими инструментами это все для нас обернется, каким списком инструментов ежедневных для того, чтобы просто жить свою жизнь. Да, это все для нас, так скажем, выльется. Это все, это всем для нас станет. Я хочу вам просто сказать то, что даже на третьем курсе очень хочется, чтобы вы обладали смыслом. Вот кто-то пишет, на третьем будет помощь с поиском смысла. Вы не найдете смысл ни у кого, вы не найдете помощь в поиске смысла. Вы можете раскопаться от того, что мешает вам понять ваш смысл. Да, от страха. У вас есть состояние страха, то, которое мешает другому состоянию проявиться или там вам найти иное состояние. Несчастный, да, не находит счастья не потому, что счастья вокруг нет, а потому что у него есть состояние несчастья, из которого он не может выйти, потому что он не видел другого состояния. Он просто не видел иного состояния, как можно по-другому. Идея в том, что я готов помочь вам избавиться от ваших состояний, в тех, в которых вы живете. Какие потом вы после этого приобретете, но это ваш вопрос, ваша задача. Да, я могу сказать вам, намекнуть, что те состояния будут хорошими, но зачем мне? Я не хочу вас ни в чем убеждать. Я хочу, чтобы вы шли сами, чтобы вы раскапывались сами, чтобы вы понимали сами. Я лишь отдаю инструменты. Тот, кто ищет смысл во мне, уже немножко потерялся, хотя лучше так. Я бы за собой пошел. Я бы себе поверил. Я бы себя слушал, потому что я экологичен. Я бы изучал себя, если бы я смотрел на себя со стороны. Я бы слушал. Я бы пользовался тем, что я даю. Я, в принципе, это и делаю. Все то, что я даю, это то, чем я пользуюсь сам. Я знаю, зачем живу. Поэтому выбираю, что есть, сколько спать, спорт, чтобы поддерживать движение своему пути. Но это прям высший уровень. Вот это чувствуется, это высший уровень. Иногда волнительно есть некоторые продукты питания. Но вот это высший уровень. Это устойчивая позиция, как я это называю. Не всем нам здесь к этому так легко и быстро подойти. Но третий курс как раз создан для того, чтобы мы как-то быстро в это входили. Я начинаю выпускать уроки почаще, потому что я вижу, что я хочу, чтобы ваши результаты были побыстрее, чтобы ваши изменения были побыстрее. И лучшие изменения – это за те, которые вы меня потом не благодарите. Вы не чувствуете, что это сделал я. Вы чувствуете, что это сделали вы сами, просто используя инструменты, те, которые взяли у меня. Просто я по-прежнему получаю сообщения. Вот сегодня утром были сообщения. Одно из них прям запомнилось о том, как кто-то пришел на семинар мой в каком-то городе и насколько сейчас, спустя год, у человека изменилась жизнь. Там какие-то колоссальные результаты, в том числе и по деньгам. Хотя у меня нет вообще никакой на это задумки. Но там было акцентировано не на деньгах, а на клиентах. Потому что там 600 клиентов за год. Я не буду называть профессию этого человека, но что, мол, настолько все изменилось, что благодарности, слезы и так далее. История в том, что благодаря за знания, благодаря за инструменты, теми которыми это все стало получаться. Да, ребятки, я, наверное, отдал на сегодня все то, что хотел. Все то, что хотел. Я знаю, что у многих из вас остался вопрос, но именно вопросы, именно желание найти ответ двигает нас вперед. Я даю вам экологичные вопросы. Я веду вас не через страх, я веду вас через познание. Я веду вас через то, чтобы вы начинали искать ответы, никак не избавиться от страха смерти. А, блин, для чего я живу, как мне жить, для чего я это делаю. Как один из основных сегодня вопросов. Хотя у многих из вас, ну, вам уже сегодня стало легче, потому что вы чувствуете мое состояние, какое оно. Очень хорошее, да? Реально очень хорошее. Я реально очень хорошо себя внутри стал чувствовать. У меня даже исчезли вот эти вот, да, периодически возникающие в разных местах боли, хотя это нормально, да? Даже они стали, ну, почти полностью исчезать. Может быть, я, конечно, уже ухожу, я не знаю, но и это окей, да? Все окей. И так окей, и так окей. Да, спасибо, Владислав. Пишут, что я гора. Я гора. Гора. Благодарю. Да, вот Максим укладывает, те, кто не был на первом и втором курсе, зайдите, да, на первой скидка 50. Процентов и так далее. На третий курс. Заходите. Тот спрашивает, псориаз ушел. Ну, вот, вот сейчас я сам увижу на видео. Но это уже окаймовка, да? Видно, что он мне вот, вот это все, что заполняло. Сейчас я посмотрю. Я, опять же, не говорю сейчас, что, что будет, да? Ну, вот, как бы, вот. Посмотрю по снам, что за ощущения будут во снах, что я там буду испытывать и пойму. Ушел этот конфликт. Просто вопрос в том, то, что я могу, как бы, трыкануть, да? Я очень много нахожусь с людьми, и я могу трыкануть. Сейчас вот снова уходит, а там посмотрим. Да, вот пишет на поляну, давай, уходит он. Но он уходит не из-за поляны. Это немножко иная история, да? Я не ищу ответы во мне, я ищу ответы в себе. Поэтому я хочу, чтобы вы продолжали искать ответы просто с теми осознаниями, те, которые я даю. Потому что я рассказываю вам о том, да, что основной инструмент для вашего движения – это осознание того, о чем вы думаете. Я говорю, я озвучиваю то, о том, что, то, что вы не осознаете. И в этом ответы, в этом ключи, в этом древо познания, древо познания. Понимаете? Ребятки, спасибо вам всем, что вы сегодня зашли, что вы сегодня пришли. Мы классно поговорили, да? Очень хорошо. Давайте до следующей встречи. Заходите учиться на третий курс. Это доступно, это понятно, это будет очень круто. Это будет очень круто. Все, пока-пока.